Девушки отдыхают Все из вас, кто служил дружине Александра Невского, знают ее историю, знают не понаслышке каждый день о своей жизни. Мы очень надеемся на вас, бойцы, потому что вы, большая часть нас, мы все одно целое. И чтобы вы понимали, вот это вот было нам вручено только с одной целью, чтобы вы понимали, что мы являемся раз и навсегда неотъемлемой частью. Чего? Бригады. Бригады приняты. Новороссия. И также Новороссия. Цель наша здесь, Новороссия. Понятного? Такое. Для того, чтобы добиться этой цели, поставленной нами, самими же, еще в начале всех этих событий, необходимо неукоснительно выполнять те намеченные шаги, которые перед нами стоят. С намеченного пути уходить нам ни в коем случае нельзя. Много всего было и хорошего, и не очень. Но сейчас наступает тот период, вернее, он уже наступил, когда необходимо морально выстоять, морально-психологически, все эти затищи и перемирия, во время которых очень часто происходит деморализация и разложение личного состава. Это допустить ни в коем случае нельзя, иначе рухнет все. И мы потеряем ту надежду, которая у нас единственная осталась, действительно построить народное, справедливое государство. Многие ушли за мзду, многие ушли по слабости. Но осталось большинство, остался костяк именно тех, на которых можно положиться. Особенно вам, тем, кто стоит в одном строю. Вы должны быть надеждой и опорой для друг друга. И, естественно, для всего мирного населения, которое ждет от нас только помощи. И ждет от нас, когда мы в конечном итоге создадим и построим то государство, в котором простой человек будет чувствовать себя человеком. Только честь, совесть и справедливость. Все остальное от лукавого. Поэтому сегодня к вашим знаменам добавляется еще одно знамя. Только светлые мысли, чистые помыслы. Только достойное поведение. Если суждено будет лечь, то только с гордо поднятой головой, не нагибаясь и не преклоняя колен перед узурпаторами всякой гадостью, которая заселилась на наших территориях, на других территориях. По большому счету, мы, славяне, нынче порабощены. И очень сильно порабощены идеи материализма и денежного достатка. Да, это вещь необходимая. Но не до такой степени, чтобы продавать свою душу. Я думаю, это знамя поможет многим удержаться от соблазна именно продать свою душу и совесть. От лица ваших боевых товарищей, стоящих на Комиссаровке, от лица нашего коммунистического отряда, с гордостью передаю вам это знамя. Под этим стягом наши прадеды отстояли свободу нашей страны на Куликовом поле. Под таким же красным знаменем наши деды отстояли свободу нашего народа и нашей страны в Великой Отечественной войне. Сейчас у нас похожая ситуация. Наша задача освободить и нашу землю Донбасса, и братский народ Украины от захвативших голову фашистов. Так будет в 45-м, так будет в 2015-м. Садежком Брик, разрешите вам вручить. А вот не меня к комбату тогда. Ура! К нам прибыло подразделение боевое из Донецка. Командир их леший. И он прибыл со своим знаменем. Знамя, которое он доверил нам. Знамя, которое обогрено кровью в Донецке, товарищи. И теперь этот снег будет в нашем подразделении. Это будет знак того, что мы всегда вместе. Мы одной крови! Понятно? Да! Слава Новороссии! Ура! 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 Только честь, совесть и справедливость. Ура! Ура! Ура!